Новый день, новые заказы, новый Вова. Конечно, шо мне, что вам непривычно. Расскажу прикол. Лысина, если кто-то из вас решит сделаться лысым, будьте готовы, что у вас будут новые впечатления, потому что ваша голова начнет чувствовать то, что раньше она не чувствовала. Иногда легкое дуновение ветерка, иногда что-нибудь, вот просто, ну, капец, короче. Это кардинально новый мир. Я не уверен, что я буду ходить лысым, что это мое, я больше склонен к волосам, поэтому, скорее всего, когда все это отрастет, оно так и останется. Вот, смотрите, коровки у нас на поле. Сейчас едем на заказ, за который клиентка мне уже вынесла мозги, еще до того, как я приехал. Два дня назад он мне звонит, говорит, о, мне нужно установить 4 спрейера. Ну, 4 беды она сказала, но, как я понял, это спрейеры, которые я ставил недавно на унитазы, где резинка, помните, лишнюю поставили и так далее. И полчаса мы разговаривали по телефону и скидывали цену с 200 долларов до 160. Она в итоге вообще хотела за 130. Я сказал, говорю, слушай, ну, я за 130 даже не поеду. Хочешь, звони кому-то другому, я не поеду. В итоге она решила, что все-таки, ладно, я какой-то настойчивый на своей цене и, скорее всего, эта цена достойная той работы, которую она хочет. Самое главное, чтобы там никаких не было проблем и беды были те, которые я ожидаю. Просто спрейеры. Потому что, если будут сидушки, то я, наверное, с ней обсужу цену и скажу, что давай больше. Ну, а там будем смотреть по обстоятельствам. Ну, как говорится, портовый ягод. Девас. У нас новый вид уже шутовала. Максимально вытягиваем. И все, вода перекрыта. В общем, самая главная беда и проблема, когда ставится беда, это металлическая, но пластмасса, потому что иногда она идет против резьбы. Самое главное не повредить. Но у меня вроде все идет по маслу. Можно включать воду. Ну, что-то. Сключил. Проверяем дно в подтеке и все. Итак, четыре раза. В конце он еще спросил, слушай, а можно мне, пожалуйста, подключить холодильник? И я тут доработал те 40 долларов, которые изначально мы с ним договорились, потому что там всего лишь один шланг, с двух сторон тут закрутить и все. Я говорю, давай, 200 долларов, и я тебе еще и холодильник подкручу. В итоге заказ заработал 200 долларов. Провел здесь, ну, вот, минут 40-40. Отъехал, правда, все долго, 125. Но это ладно, это мелочи. Сейчас следующий заказ у нас. Замена светильник. Не то что замена, конвертация с простого 4-х футового. На такой же 4-х футовый, только теперь LED. Вырезаем балласт. И, как видите, вот мой клиент, рабочий светильник, коммерческий клиент. Сейчас, я думаю, мы ему 15-20 делаем, сейчас 10-46. Но для этого надо сначала выключить сеть. Ну, что, они уже лампочки поменяли. Говорит, не сработало. Ну, раз не сработало, значит, точно балласт. Так, нужно переделать проводку для лампочек. Оп, самое главное, не потерять. Фух, слава богу, не потерял. Ну, снять вот это вот, ибо буду. Пока там пацаны обсуждают бизнес, слово делает, провода. Все, свет горит, все работает. Я, на самом деле, думаю, что я буду работать шиповертом. Потом, послалом, зачем, если достаточно отвертки, и так их вот ползадишь. Так, все, все, вкладываем обратно. И все было бы хорошо, и заказ бы закончился, но попросили еще поставить розетку, которой у меня в наличии нет. Там старое билдинг, старое здание, и там желтые розетки. И попросили именно желтого, чтобы не выделялось, грубо говоря, из общего вида. Поэтому пришлось есть хомзипа, чтобы за 50 дополнительных долларов поставить розеточку людям. А так-то уже столичек заработан, грубо говоря. Я в каком-то свежем, новопостроенном хомзипа. Все новенькое, даже стеллажи некоторые непривычные. Так, ну вот цвет розеточек, который мне нужен. Я думаю, мы берем самый-самый-самый дешевый. Вот, 7-7 центров, мне понравится цена. Я думаю, им тоже. Скорее всего, ничего не получится, потому что вот у нас hotwire, и мы отключить не можем, потому что это консалтинг-центр, и они все на телефонах. Мы можем кого-то отключить случайно. Это делать в другой раз. Все-таки везунчики мы. Вот так вот должно было быть сделано. Так, проверочный. Все правильно. Заказ закончил. Розетка, конечно, была жестко сгоревшая. Я, видите, езжу с открытым люком, чтобы у меня чердак загорел. Единственное неудобство, то что мне выписали чек еще до того, как я закончил работу. То есть мне мы вчера договорились, какая будет сумма, и хозяина этого заведения, грубо говоря, будем так, да, называть, не было здесь. Мне дали чек только на часть работы. Мне еще оставалось здесь должны 64 доллара с лишним. И я сейчас по пути, наверное, сейчас, либо после того, следующего заказа заеду, его заберу. Немножко маленький недок, но что поделаешь. Итак, деньги забрал, а люстры не повесил, потому что, как вы думаете, высокий потолок. Я прям как чувствовал, что нужно было лифт в этот момент покупать. Приеду сюда завтра, сегодня уже не успею. Мы запланировали замену люстры на завтра, так как у них нету лампочек, и я не был готов, что сегодня нужно будет работать на лифте, а просто на лестнице. Хотя, вот сейчас я еду домой, и смотрю на часы, на часах-то всего 2.45, и понимаю, что зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, завтра у меня утром есть заказ, и все, и целый день свободен. Я думаю, ну, после обеда, тогда приеду, сделаю, то есть работаю на лифте, и пойду домой отдыхать. А сейчас у меня маленькая в голове мысль, а что, если завтра начнут появляться заказы, а сегодня я бездельничусь сижу, заказов нет, а завтра, когда буду работать, начнут появляться заказы, тогда я, получается, потеряю лишние деньги, возможность заработать. Если не будет, то ничего страшного, но вот сейчас, грубо говоря, почему бы не сделать то, что можно сделать. Поэтому я сейчас им написал, ребята, если вы готовы, я могу через полчасика, часик вернуться обратно. И жду подтверждения клиента. Если согласятся, значит, будем делать сегодня, а если нет, ну, блин, ну, что поделать. Кстати, все видели, вот сейчас вот человек остановился на светофоре, когда поворачивал направо, есть такая ситуация, периодически на светофорах, ну, в нашем слайде 100 пудов, когда ты на моргающей желтой поворачиваешь налево, а люди, которые едут навстречу тебе и поворачивают направо, у них зеленый свет, а у тебя моргающий желтый. Но по какой-то причине многие просто берут и останавливаются, и просто тебя пропускают. Ну, то есть, либо они боятся, что у тебя зеленая стрелка, либо они просто, не знаю, что правый едет в правую полосу, а левый едет в левую, ну, в крайнюю левую полосу. Хотите ездить, хоть нет, иногда такое происходит и даже выручают. То есть, бывает не в щемице, но когда видишь, что ты вроде начинаешь поворачивать, берут останавливаться и пропускают тебя. Прикольно. На мою счастье, все подтвердили. Я уже все зацепил, уже вам не показывал, потому что, ну, что смысл показывать, уже все знаете. Многие из вас написали, что, о, какая-то шаткая, ненадежная конструкция, но, блин, я видел, и страшнее люди возили, чем так. Поэтому будем использовать то, что сказали, можно использовать. Все, все загружено, погружено. На самом деле, кроме лифта, мне ничего не нужно было. Все инструменты у меня есть. Сейчас будет опять та же ситуация, когда я буду собирать два-три часа, ну, почему я, правда, уже в одно лицо. Так, газовая горелочка в другую сторону, смотри, пожалуйста. В одно лицо, но медленно, уверенно буду собирать люстру. Чуть-чуть попроще, но все равно с выпендрежами. Самое главное, что за день. установка у нас на месте, проверяем, что там, там еще работало, работало. Все, полезли. Чтобы было виску, что не работалось, я решил применить колоночку. Все, в путь. С вами слайд, да? В ту сторону. Так, вот я у точки, где все шатается и становится страшно, но и в то же время я у люстры. Самое главное, ничего не раз крушить и аккуратненько все снять. Я никому не желаю бояться высоты, потому что это чувство каждый раз меня переполняет, когда идет на высоте счастье есть. Беда в том, что там плоская отвертка нужна, слава богу, я взял ее с собой. Но, в принципе, если резких движений не делать и сильно не шатать, так все нормально, правда? Конечно. Тут резьба еще срезана. Ладно, шуповерт, шуповерт. Маленький нюанс, когда снимаешь люстру, да? Ты просто не думаешь и не подозреваешь, что потолок, может быть не покрашен либо перекрашен в другой цвет. Упс, и нацвет еще падает. Ну что, будем спрашивать, что делать дальше. У меня-то кисточек нет с собой, не готов. Ладно. Висит. проводочек не до конца засунул. Ну, сейчас самое тяжелое, украшать. Да, украшать самое тяжелое. В общем, я тут собираюсь, собираю, у меня что-то не вяжется. Такое ощущение, что одного элемента не хватает, который я не надел. Сейчас будем выяснять. Короче, инструкция ничего не понятна, действуем по обстоятельствам и выясняем по ходу сбоке люстрой. Одно я понял, что нужно отверстие через отверстие потенять. Это как минимум. А там как повезет. Парактика показала, что только ты собираешь люстры, вешаешь такие вот грузики, нужно вешать сразу с двух сторон, чтобы центр тяжести плюс-менюсь был нормальный. А то он начинает наклонять и вообще потом страшно, чтобы он не свалился. Опыт не пропьешь. Берите на заметку. так и вообще в ту сторону поломают. Ладно, сейчас исправим. И что может быть приятнее последнего элемента? Люстра красивая, тяжелая и дешевая. Дешевле, чем работа. Ну, офигенная. Все, пошли спускаться, включать. Видит такой маленький беспорядок. В итоге заказ прошел концом. Смотрите, за два использования дрели, два раза использования, всего лишь, посадил на одно деление. Я думаю, на полтора, 6-м первой батареечки, 20-ти вольтовой. Все, что осталось, это поставить у нас обратно, собрать лифт и поехали домой. Я уже привык, когда он сзади. За такой заказ мне заплатили 500 долларов, я бы взял больше, если блюстра было тяжелее, взял бы меньше, если блюстра была проще. Минимальный заказ стоит такой, 400 долларов. В общем, вариант лифт, если, ну, их очень мало, и если выбрать в рент, то он стоит 280 долларов за сутки. Ну, вот, поэтому стоимость лифта плюс работа, ну, и вы видели, там сильно не пыльно, там больше трясешься от того, что боишься высоты, и спокойненько собираешь шарик за шариком. Все, едем домой отдыхать. Теперь, смотрите, приколюху, Даша пошла в гараж. Я за рулем, и мы едем, знаете, зачем? Мы едем забирать Джексона, он снова едет к нам в гости с ночлегом. Зашуля пошла там за полотенцем, чтобы поменьше шерсти, все равно заставить мне потом платить за мойку машины. Тут как ни крутим, я знаю, она такая счастливая, вот вы едете, Даша. И в итоге пацан помнит свою хату, да, ночлег у нас уже как всегда, с вещами на выход пацан приехал. Чик, ищем утку, да, Джексон, ищем утку. Утка, утка, утка. Где утка, где утка? Нет, это твоё, это потом. Где-то здесь уже Даша прикупила. У нас каждый приезд Джексона традиция. Новая утка, да, Джексон? В курсе, да? Ага, помнишь? Ладно, будем убрать, потому что завтра на работу, да? Да, с Джексоном, конечно, не играется прикольно, можно бесконечно, потому что в силу у него хоть отбавляй, но на работу ехать надо. Ну, сейчас пока что не работаю, пока что есть тиммейт, если повезёт, работаем. Итак, мой потенциальный заказ. Нужно вот это вот переподсоединить. И это, вот это всё надо рассчитать, как это что сделать и что куда. Так, ну что, надеюсь, что в фонутипе будут материалы, цены я ещё не сказал, сейчас поеду посчитаю, посмотрю, сколько чего там есть или нет. Если всё сегодня найду, то сегодня начну и работать. Пока я ехал сюда, думаю, блин, сколько ждать работы. Надо отключить одну воздушную трубку, которая уже не нужна, и просто перенаправить провода, чтобы они не лежали на пути. Так, ну, для проводов у нас не проблема, все крепежи нашли, в принципе. Осталось только придумать, что на землю положить, чтобы защитить того, что-то здесь было. Вот я хожу, брожу, там, где думал, там нету, где нету, там непонятно. Вот тут вот этот вариант. Я думал, вот видите, трэш-холды. Вот такая вот штукенция, только бы мне чуть-чуть повыше, потому что у меня корт толще, это и, 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 и цвет черненький желательно. Так, я на самом деле надеюсь на этот текст. Нифига. Так, смотрим дальше. Пока, я думаю, что написать. Мы с Дашкой приехали к глазному. Мы тут решаем, думаем ей сделать опираться на глазик, так как она на один глаз. Рекомендуют, видишь, не обязательно. У нее, как это называется, линзу носят. Мы хотим, чтобы она без линзовы была и не было у нее отговорки, что она не за рулем. Тут выдали форму сейчас Дашу. А, тебе даже неправильно имею, что написано? Да, сейчас заполнит там своей информацией не информацией, после этого пойдет без меня. Меня сказали, не пустят из-за ковида. Ну, не потому что я болею, а потому что из-за ковида. Консультация была бесплатная. Я рассчитывал, мы сидели дома, что глазик будет тысячу, тысячу. Так это на два глаза. По полторы тысячи на глаз. А тебе что, каждый глаз проблемный? Она сказала, надо два делать. Потому что, если я сделаю этот, этот будет worse, и мне надо будет все равно возвращаться. А, хорошо. В общем, нам дали цену в 4100, Даша. Даша уже там чуть ли не начала делать finance. Но я сказал, подожди, я пришел с недовольным лицом, сказал, вы что, мы не ожидали 4100, ни капельки, даже близко. Она говорит, что ты ожидал? Я говорю, дешевле. И после этого нам дали скидку еще во сколько? 250 долларов дополнительно. Сейчас, у нас операция уже сегодня, сразу же, в 4 часа. У нас два задания. Это покушать, да? Сюда покушаем? Покушать и забрать. Сейчас заберем, потом покушаем. Покушать можно. Хорошо. В общем, мы поедем с Дашей, покушаем, а после этого, я случайно сегодня ночью купил палету. И случайно, завести на операцию жену. Вот это вообще не рассчитывал. Нам быстренько накидали на обед, пока в шоке, что им придется, то есть мне и Даша, тратить 4000. Как говорится, взаим горя. И когда перекусили, настроение поднялось. В этот раз палету мне не привезут, а я ее заберу сам, потому что палету привезти мне бы стоило 250 долларов, а если сам заберу, то в принципе должно бесплатно. У меня большой расчет на то, что палета влезет в мой автомобиль. Если нет, то нам придется вручную ее разгружать. Грубо говоря, пока у Даши операции не было, она может себе позволить. Поэтому ты сказал, что в 4 поставили в скетчу. Да, мы сейчас приехали. Я думаю, что мне как-нибудь ее закинут. Если нет, то быстренько раскидаем, поедем домой, и это бесплатно. Почему не скажу, что у меня там по грязному как-нибудь сидеть? Да ты будешь смотреть. И в основном, это, кстати, что мы сегодня купили, палета, это Amazon Return. То есть люди купили и вернули. Ничто там не исследовано, непонятно, что-то может отсутствовать, но в большинстве своем там может просто все хорошее, что-то даже может быть очень новое. Расчет на то, что там будет очень много нового, но сомневаюсь, но надежда умирает последней, а Вова не вылезает в парковочное место. Ладно, пошли заберут полеты. Так, сходили в здание, сказали, что приперлись, свалить вон туда, где Даки. Сейчас сюда заедем, скажем, что ребята, дайте полеты. Я уже вижу, что скорее всего мне не загрузят. Я думал, что кары поднесут, загрузят. Да, да, но придется, я задницы заеду, думаю, и просто буду разгружать, загружать. Ладно. О, смотрите, какой здесь рай. Смешно, вы двигаетесь? Ну что, давайте покажу вам полету, а полеты нет. Оказывается, когда берешь, там нужно делать специальный скеджуал, мне об этом никто не сказал, даже в письме там плохо не написано. Люди дали там инструкцию, и ближайший пикап, по-моему, там на 4 или 5 число, поэтому ожидаем. просто ожидаем, но там внутри вроде как нормально. Не то, чтобы в моей палете, я имею в виду, то, что там стоит, оно не выглядит настолько ушатым, насколько я раньше получал вещи, то есть, там разбитые коробки, там ничего нет. Такое ощущение, ну, надеюсь, я прям надеюсь, в этот раз повезет. И Даша продаст все и заработает в 2 раза больше, потому что это на ее ответственность. Надо же, как-то 4 кассыря отрабатываюсь. И вот тот момент, когда Дашуля войдет. Плохо зрячая, выйдет зрячая. Готово? Кто бы мог подумать, что я проснусь. И мне скажут, ну, пока 4 тысячи. Дашу уже логбанули, тут два плеча наклеить и клеить ей. Понадавали подарков, дали две витаминки. Сейчас Дашуля пойдет туда. Сказали, что был антибиотик? Ну, ладно, пофига. Удачки, малышка. Дашуля переживает, нервничает. Ну, ничего, все будет хорошо. То есть, сделал 20 минут, подождал, сказали, вали отсюда, Даша выйди через другую дверь. Поэтому иду, сажусь в автомобиль и буду ждать мою малышечку. Даша немножко нервничала, переживала, я думаю, что нервничать? Все будет хорошо. Все, Дашу уже забрали, бедняжечка болит и все, да? Даша говорит, лучше бы ей давали анестезию и все болит там. Бедняга. Ну, завтра же все пройдет, да? Ну, очень часто. С одной стороны, жалко, 4 тысячи, но самое главное, чтобы любимые, близкие были счастливые и здоровые. Вот, все, Дашулина здоровая сейчас будет, да? Дашки даже пришли подарили. Потом мне Дашу на работу буду носить. Или там вообще нифига не видно? Нет, я все вижу, просто они как солнечные. Я понял. Все, поехали дома, будешь отдыхать, пока я на работу пойду, Бедняжечка моя. Ну, ничего, ничего, тут будет лучше. Он уже бедняга идет, бедный пленник. Может, меня подождешь? Я тебе ручку дам. В общем, я вижу, мне больно открывать. Не открывай, давай, я тебе ручку, а ты будешь в слепандю идти. Давай, я тебе тоже не доверяю, поэтому все равно пошли вместе. Плюсы этой операции, да, подарок, Даша счастлива, мы это уже рассказывали, ну ладно, ты просто пьяная. Да, я не помню. Операция обошлась там в 4 тысячи. 3,860. 3,890, если быть точнее, плюс дополнительный, там, 4 тысячи. Единственный плюс операции в том, что, плюс, Даша лучше видит, это самое главное, должна быть, видеть лучше. И это лайфтайм, по жизни. То есть, если через 20, 25, 50, 100, если Даша доживет лет, у нее что-то будет с глазом, она приходит туда, ей бесплатно все это делать. И причем, не надо там каждые, там, 5-10 лет или каждый год какие-то там сдавать анализы. Нормально? Угу. Окей. Анализы, либо какие-то проходить всякие эти. Дашуля будет на зрячее, пожизненное. Теперь Дашуля будет отдыхать, а я работать. Ну так, первая задача у меня подключить газ. Я никак не мог его подключить, а сегодня, наконец-то, это сделаю. Еще маленький нюанс, потому что он продается только комплектом, то есть, мне на самом деле нужно переходить только один лишь, вот этот вот, но без комплекта его не купишь, поэтому пришлось покупать все в сборе. самое главное, чтобы работало. Так, проверяем, что он подходит. подходит, все, осталось установить. Хотел нести простой тротион на резьбу, а потом вспомнил, что у меня есть в комплекте специальный для газа, вот такой вот, папа тротион, ну, в принципе, то же самое, но это вроде как вот прям то, что доктор прописал. Я думаю, что хороший. так, ну и нужно запустить гриль, проверю, что он работает. Газ у нас так, все, запускаем. Тут гриль у нас большой. Огонь пошел. Прожгем как раз, чтобы был чистенький. Вроде все горит, да? Так, я его не снимал. Что еще сделал? Это я деревянные чопики вбил в кирпич и сделал такие вот зацепы для трубочки. Это поливочная система от насекомых. В общем, такая вот. Другого варианта я не нашел, как проделать. Поэтому решил так, просвернул сверлон, сбил чопик, сбил для вообще для интернет-проводки. Все нормально. Клиент счастлив. Я тоже. Работа закончил. Сегодня так решил просто формально взять 100 долларов. Так, и в фиг это не поеду. Да. 100 долларов за материалы, 100 долларов за работу. Человек и день рождения близится. Я говорю, это мой подарок сегодня по минимуму тебя. Чарджер. И на этом не сошлись. Все. Поеду проверять, как там Дашуля. И больше уже ничего сегодня снимать не буду. Поэтому, ребята, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Кто хочет, дизлайки. Но оставайтесь с нами. Пока.